В 1878 году на заседании французской академии произошел страшный скандал. Во время презентации нового изобретения профессор-филолог Жан Буяр вскочил со своего места и принялся яростно душить физика Монцеля. Со словами «Что вы нам тут делаете? Вы обмануть нас хотите? Чревовещателя позвали для этого. Не может, не может, не может, просто в принципе не может железяка говорить благородным человеческим голосом». Фонограф тогда, друзья, презентовали в 1878 году. Мы хотели вам показать, как работает эта машина, но, по-моему, у нас не все есть. То есть что-то здесь напоминает фонограф, но чего-то не хватает. Надо, кстати, проверить нашего реквизитора. По-моему, он втихаря что-то продает. Друзья, давайте посмотрим мультфильм о том, как все-таки был изобретен этот замечательный фонограф. У нас есть даже про это небольшой мультфильм. А я пока посмотрю, что там внутри. Смотрите, пожалуйста, сюжет. Так, а как он открывается? Что делают великие ученые на пенсии? Конечно, пишут мемуары. «Я никогда не брался за изобретения, на которые не было спроса», вспоминал Томас Альва Эдисон, предприимчивый изобретатель и гениальный бизнесмен. Бизнесмен Эдисон доводил до ума чужие идеи и зарабатывал на этом деньги. При этом изобретателю Эдисону было выдано более тысячи патентов. Тем не менее, свое любимое детище, фонограф, Эдисон так и не смог довести до ума. И оно принесло ему только убытки. Шел 1877 год. Эдисон возился с телефонной трубкой, недавним изобретением Александра Белла, и напевал себе под нос детскую песенку. У маленькой Мэрии барашек был. Внезапно от его голоса мембрана в трубке задрожала, а прикрепленная к ней игла уколола палец изобретателя. А что если записать колебания иглы, а потом снова провести иглой по такой записи, осенило изобретателя. Уже через неделю прибор был готов. Оловянный валик с ручкой, как у шарманки, и телефонным рожком. У маленькой Мэрии барашек был. Эдисон придумал первое звукозаписывающее устройство. Свой прибор он назвал фонографом. От греческого фоно – звук. И графо – пишу. Весть о новинке тут же облетела все газеты. И у мастерской изобретателя Эдисона выстроились очереди, желающих послушать говорящую машину. Это был успех. Бизнесмен Эдисон тут же пустил изобретение в продажу. Однако ажиотаж быстро сошел на нет. Стоили фонографы дорого, а имели кучу недостатков. Во-первых, на один валик можно было записать не больше ста слов. Во-вторых, устройство не выговаривало множество звуков. Ну а главным минусом было то, что валик выдерживал около пяти проигрываний, а потом стирался. Но изобретатель Эдисон не унывал. Он создал более бюджетную модель фонографа и встроил ее в куклу. Компания Эдисона изготовила три тысячи игрушек. Товар начали расхватывать, как горячие пирожки. Правда, вскоре бизнесмена Эдисона вновь ждал неприятный сюрприз. С каждым разом речь игрушки становилась все ужаснее и ужаснее. Эдисону пришлось признать – эти куклы пугают детей. А спустя некоторое время производство фонографов и вовсе пришлось закрыть. Его вытеснил с прилавков более практичный и совершенный граммофон, который записывал звук не на валиках, а на пластинках. Но к этому времени Эдисону все было уже до лампочки. Лампочки накаливания, которую изобретатель Эдисон усовершенствовал, а бизнесмен Эдисон сумел продать за значительную сумму денег. Но несмотря на такой успех в освещении планеты, именно фонограф Томас Альва Эдисон считал своим самым великим изобретением. Фонограф больше всего любит наша попса, потому что именно фонограф породил начало целой эры фонограмм. Еще в 19 веке итальянский композитор возил с собой фонограф, и там у него была записана партия фортепиано. Так вот, уже тогда, в 19 веке, зрители забрасывали его помидорами гнилыми, потому что фонограмма – это зло, друзья. Не будем об этом забывать в нашем современном ужасном фонограммном мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова